я всех вас приветствую мои дорогие друзья и зрители мы часто с вами снимаем и фиксируем луну на различную технику это фотоаппараты и конечно видеокамеры но все ли так просто и возможно ли подобрать тот самый момент когда прямо на лунной поверхности будут зафиксированы те самые нло или межгалактические корабли космического инопланетного флота могу вам сказать что лично мне не так часто удается это сделать но в любом случае мы видим не только черные точки на фоне луны но и также странные звезды виде плазмы или переливающейся энергии все это говорит нам о том что наше небо и космос выглядит совсем не так как рассказывают нам в школе и по телевизору один из моих зрителей прислал мне просто сенсационную информацию где четко на поверхности луны видны пролетающие объекты и кстати их очень и очень много я называю это армада инопланетян или пришельцев вы посмотрите как это выглядит и как подобран момент просто-напросто на нашу землю идет глобальное и колоссальное вторжение их огромное количество и летят они не просто хаотично а в своем собственном порядке также на некоторых кадрах будет видно что объекты догоняют друг друга обгоняют пролетают совсем рядышком но не врезаются это сто процентов летят они те самые которые хотят завладеть нашим миром еще конечно у меня есть вариант что это какая-то контролирующая группировка и они периодически залетают в наше пространство чтобы принести какие-то глобальные изменения на земле или забрать дар который именно им полагается мы можем долго смотреть и размышлять что же это за нло и возможно ли их увидеть еще в какой-то момент может быть другим людям или с помощью специальной техники и скажу вам конечно такое возможно вы все увидите в этом видеоролике здесь же мне хочется акцентировать ваше внимание на сближающихся а потом быстро отдаляющихся объектах скажу вам больше что лично я бы конечно мечтал снять такие кадры и тем более моя техника позволяет сделать это в более качественном формате и разрешении видео но пока что мы можем лишь порассматривать различные картинки из интернета и как многие другие люди рисуют себе пришельцев различные армады нло межгалактические корабли все это конечно выглядит нарисованным и сделанным на компьютерной графике но могу вам сказать что я нашел еще множество доказательств и там показаны реальные кадры той самой армады инопланетных кораблей которые курсируют над нами постоянно теперь прошу вас лишь сильно не удивляться потому что съемки происходили во все времена и даже достаточно давно вот например тот момент примерно 25 30 летней давности когда над нами еще не летала мкс а там находилась станция мир сделанная в ссср и принадлежащие советскому союзу вы можете видеть как американский шаттл подлетает и ищет ту самую станцию мир то ли в звездном потоке то ли в огромном количестве нло что это за белые точки не совсем понятно но также видны и хаотично двигающиеся другие белые объекты и вверх и справа налево и во все любые стороны думаю что найдутся такие люди сразу сказавшие что это кометы или возможно метеориты может быть и так какую-то часть из них возможно называть таким словом хотя лично я не верю ни в то ни другое тогда посмотрите следующее видео где четко уже обнаружено станция мир и вокруг нее летают круглые белые шары совершенно в различных направлениях скорость у них также мало и совсем не напоминает пролеты тех самых метеоритов или астероидов если вы думаете что все это случалось так давно конечно же нет я всегда слежу и контролирую то что происходит на звездном небе и в космическом пространстве также наблюдая за передачами которые предоставляют нам официальные структуры и вот в очередной раз когда космонавты выходили в открытый космос или то самое пространство прямо за ними за солнечными батареями были вновь обнаружены и мной зафиксированы пролеты этих белых точек или огней которые двигались и в хаотичном порядке и в совершенно спокойным также они моргали и переливались и думаю что в этот момент они наблюдали и полностью контролировали процесс который делали космонавты ведь мы для них выглядим как какие-то муравьи копошащиеся на месте но вопрос том почему обо всем этом умалчивают официальные структуры и органы нужно чтобы рассказывали такую информацию всем людям и всему человечеству мне сразу вспомнился еще один момент когда лично я смог обнаружить на видеокадрах но уже не российского или советского производства она американских и сделал их тот самый илон маск когда запустил свою супер машину в космос ну по крайней мере так гласит официальная информация но и там сзади его машины с астронавтом были видны многочисленные пролеты этих белых точек и они двигаются точно так же единственное что их видно в основном в темноте когда же машина пролетала перед так называемой землей они куда-то пропадали а затем вновь когда становилось темно они появлялись и летели даже как будто бы переворачивающиеся бутылки все это достаточно странно и найдутся конечно такие скептики которые снова скажут что это космический мусор может быть хлам но я в это не верю не может быть у нас так сильно засорен космос и таким образом быть сильно освещены вот эти осколки мусора или непонятных объектов все-таки я имею свою точку зрения по поводу увиденных белых светящихся шаров они напоминают мне даже чуть-чуть головастиков которые курсируют по нашему небу но эти существа или сущности созданы для других целей и возможно они прилетают питаться человеческой энергией также есть мнение и я его рассматриваю что может быть это и есть те самые наши души которые хранятся в человеческих телах и каждый из нас носит в себе именно этот белый объект совсем не замечая и не понимая этого конечно мне очень хочется услышать и ваше мнение что вы думаете по этому поводу все-таки кто они эти сущности летающие постоянно над нами но к сожалению нам не дано их так увидеть или рассмотреть могу сказать вам лишь одно что в наши дни фиксируется все больше и больше пролетов нло также мы слышим о контактах и общениях с внеземными цивилизациями людей на земле которые открывают глаза и имеют свой внутренний мир и именно он позволяет им вступить в тот вербальный или визуальный контакт лично я еще никогда в жизни не видел с близкого расстояния какую-нибудь гигантскую инопланетную летающую тарелку а также не видел самих пришельцев но могу вам сказать что в далеке пролетающие различные точки я уж точно наблюдал говорю вам до свидания друзья до новых встреч мы скоро увидимся поехали пока и дом а а а а а а а